Сегодня ко мне приехала Виктория. Она уже у меня была. Значит, это наша землячка. Наша. Наша, это потому что в прошлый раз у нас еще модель была с Магадана. Короче, моя землячка. Лене бреем ее волосы. Вот такой у нас пока что не зеленый газон. У нас он не будет зеленым, но как это? Бреем, будем рисовать всякие рисуночки делать. Всем привет! Меня зовут Снежа. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня в моей мастерской в Санкт-Петербурге у меня проходит индивидуальное обучение для Виктории, которая прилетела ко мне из города Магадан. Мы сегодня делаем обесцвечивание коротких волос и отрабатываем рисунки. Ко мне, кстати, первый раз на бритье попал человек. Спустя, наверное, три с половиной года моей практики ко мне пришла девушка сбривать виски. И я такая, блин, капец, прям сбрить, прям машинкой. Она такая, ну да, типа, а что? Сложно? У тебя такой практики еще не было. Это для меня был стресс реально. Но все с чего-то когда-то начинают. Сейчас я покажу, как эта задача справляется эффективно. Нанесение обесцвечивающего порошка у нас здесь следующее. У нас здесь есть рост волос, соответственно, мы против роста точно также должны все это нанести. То есть мы первым этапом берем достаточно большое количество порошка, и прям наша задача в голову, в кожу головы все это вот прям внести. И, соответственно, мы, когда работаем вот сейчас, мы двигаемся вот, грубо говоря, вот таким образом, что вот мы сейчас до сюда, то есть вот эти волосы, у нас они растут вперед, мы назад. И мы, получается, против роста весь состав наносим. И у нас, получается, первое нанесение, оно такое, как это, оно первичное, а второе мы уже будем вторым нанесением наслаивать порошок так, чтобы у нас было все сверху вот очень много, чтобы у нас такой куличик образовался. И вот эти все волосы, которые торчат, чтобы они были под порошком, потому что если они не будут под порошком, у нас кончики этих волос будут темными. Поэтому мы сейчас можем поднять повыше. Сейчас вот ты наносишь вот на вот эту всю часть, и уже потом на теменную, и уже потом на височно-боковые. Когда будешь наносить на теменную, ты можешь руку поставить, либо вообще можно взять какой-нибудь лист бумаги, чтобы просто не летело на лицо, потому что так как волосы короткие, ты будешь, ну вот даже сейчас, я вот буду наносить, видишь, она летит вперед. Чтобы этого не было сильно, можно просто, ну я сейчас листик тебе дам, чтобы можно было его подержать. Ну, либо рукой можно просто, чтобы в глаза не попадало. Ну, либо человеку сказать, что придется тебе какое-то время потусить с закрытыми глазами, только не вырубись, пожалуйста. То есть получается, что здесь у нас сейчас будет в обратную сторону нанесение, и порошка должно быть прям много. То есть наносить вот так вот, знаешь, в сухую, не вариант, потому что нужно прям, ну опять же, видишь, допустим, если вниз спустим, у нас где-то нанеслось, где-то нет, и если ты его будешь размазывать, вот это будет очень плохой фоносветление. Нам надо, чтобы было прям очень густо. То есть вот сравнение, там, ты взяла и вот прям вчесала это все дело сюда, и его прям должно быть достаточно, чтобы после того, когда ты вот внесла его в вот эти все корни, мы могли нанести вторым этапом порошок уже вот так. Нужно сдобрить этот кексик, этот куличок. И за счет того, что вот этот, конкретно этот обесцвечивающий порошок, он разбухает, это здесь очень кстати, что мы сейчас вот так вот сверху вот эту вот прекрасную массу нанесем, чтобы оно все было вот так вот сверху, можно чуть-чуть придавить эти волосы, и мы сверху напялим шапочку, и оно там будет запекаться. Ждем до готовности. Единственное, что у нас тут кнопка как в микроволновке не сработает, у нас будет таймер другой. Время выдержки. У нас подошло к концу, кнопочка микроволновки сработала. Берем, поднимаем наш пакет, видим прекрасное произведение искусства, все у нас тут разбухло, взбухло. Вот он какой красивый куличок. Берем силиконовую кисть и вот ставишь ее в голову, и вот так вот убираешь вот этот весь состав вот сюда. И по всей голове мы сейчас так пройдемся, и после того, когда все уберем, все эти излишки пойдем смывать. Это прикольный такой процесс. Мне очень нравится. Убираем. Да, да, да. Да, вот осторожно, он там может немножко уходить. То есть здесь тоже, да, ты да-да-да-да-да продавливаешь и убираешь. Смотри, вот здесь рост волос вот сюда, получается, да-да-да, у нас все получается против роста мы двигаемся, так будет проще. Вот, да, супер. Ага, ага, осторожно. Вот таким получился результат обесцвечивания. Посмотрите, какой хороший фон. Помните о том, что тот способ, который используется для обесцвечивания суперкоротких волос, не используется для обесцвечивания длинных волос. И для обладателей чувствительной кожи головы вам 100% такой вариант не подходит, иначе у вас будет просто ожог. Покажу на вот маленьком участке сбоку, я наношу бесцветную основу в тот промежуток, который мне не надо запачкать. Вот ты, если помнишь, когда мы с градиентами работаем, у нас самый светлый цвет, желтый, допустим, он сразу наносится, чтобы мы его не испачкали. Соответственно, здесь у нас самый светлый цвет, это вот там блонд, как бы говоря. Вот мы его нанесли. Мы можем его разнести немножко подальше. И далее мы берем либо вот такую кисть, либо мы можем взять такую щеточку, просто щетка у нас чуть пошире площадь прокраса. И еще мы можем сделать, вот я планшет взяла не зря, я взяла планшет, чтобы промежуточный цвет смешать, чтобы он был не такой пигментированный, как вот здесь. Вот. И нам, чтобы было удобнее этой щеточкой набирать. Вот мы берем краситель. И получается, что мы ставим эту щеточку вот сюда, и вот нам тоже нужно против роста вот это все дело вмазывать. Тут ситуация следующая. У нас есть волосы, они вот, грубо говоря, вот они торчат. Если мы их просто кисточкой будем вмазать, у нас очень маленькая площадь того, что может покрасить кистью. Потому что у нас кисть это узкое пространство, щетка у нас шире. И когда мы щеткой, вот мы типа, вот наши волосы, вот наша щеточка. И мы, получается, вот таким движением, мы все вот эти волосишки туда-сюда, вот так, вот так, мы прокрашиваем. То есть, когда мы кисточкой это делаем, у нас нету такой большой поверхности проработки волос. И вот мы, вот у нас получается, что здесь у нас есть жирное нанесение нашего пигмента. Вот оно. И мы его, получается, можем разнести влево-вправо, чтобы как раз вот этот градиент прорисовать. Из больших плюсов это то, что мы можем все видеть, контролировать, каким образом мы берем полотенце и вытираем наш градиент просто при варианте, когда мы вот это движение делаем. У нас очень много может вспениваться пигмента, и мы можем не увидеть, что у нас за рисунок получается. И вот здесь у нас сейчас четко видно, что вот мы вот здесь жирное нанесли, вот здесь разнесли. За счет того, что у нас здесь есть бесцветная основа, мы, соответственно, можем не бояться, что мы это запачкаем, но тоже без излишнего энтузиазма, потому что все равно полуоттенок может остаться. И если тебе вот здесь нужно, чтобы у тебя был полупрозрачный бирюзовый, то, естественно, ты его делаешь уже остатками, чтобы он был полупрозрачный. Видишь? Вот он. Какой красивый цвет. Не могу, конечно. Фантастика, фантастика. Результат градиента на супер коротких волосах вы можете наблюдать перед своими глазами. Наша задача была понять, как правильно распределять цвета друг с другом, как их правильно соединять. И Вика превосходно отработала технику нанесения градиента на коротких волосах. А теперь вы можете увидеть, что получилось в результате. Мы решили добавить несколько светлых линий. Это тоже было целью обучения. Просто попробовать, как это будет выглядеть. Можете написать в комментариях, как лучше просто, когда градиент или при добавлении дополнительных элементов. На этом практика не закончилась. И нас ждала вторая модель. Это Марк. Наверняка вы его видели, если вы подписаны на мой канал. Так как ему я постоянно делаю разные интересные варианты цветовых решений. И в прошлом году, в октябре, я делала ему тыкву. Это было весело. Сегодня задача сбрить волосы и отработать нанесение черного перманентного красителя на коротких волосах. И сделать дополнительный дизайн цветной. Там у нас будет небольшая абстракция. Если вам хочется сделать контрастный черный рисунок на ранее обесцвеченных волосах, это необходимо делать перманентным либо полуперманентным красителем. Краситель прямого действия черного цвета для таких задач не подходит. Он будет течь, и рисунок черный потеряется уже через 4 процедуры мытья. А перманент и полуперманент никуда не денется. Поэтому сначала вы обесцвечиваете волосы, далее наносите рисунок на кожу головы, на волосы, маркерами, которые легко с волос смываются и стираются. Поверх этого шаблона вы наносите перманентным либо полуперманентным красителем рисунок на волосы. Далее, время выдержки у нас где-то 15 минут, заранее смешайте краситель, чтобы он проявился как раз минуты 15 до нанесения. После этого промывайте большим количеством воды черный краситель. Старайтесь его промыть так, чтобы он не линял. И уже после того, когда у вас готов рисунок из перманентного либо полуперманентного красителя, я рекомендую полуперманент, потому что от него меньше аллергии, вы уже заранее смешанные красители прямого действия, одинаковой пигментированности распределяете по коротким волосам. Только при условии одинаковой смешивания цветов вы добьетесь результата, что у вас не будут цвета течь и пачкать друг друга во время бытия. Даже если вы будете тщательно промывать волосы и смешивать их друг с другом, пытаться это сделать. В своей мастерской в Санкт-Петербурге я провожу индивидуальное обучение по яркому окрашиванию волос для мастеров разного уровня. Вы можете быть начинающим мастером, либо уже практикующим специалистом. Виктория прилетела ко мне из Магадана, и она очень хотела сделать именно дизайн на коротких волосах. Мы на двух моделях отработали разные техники нанесения обесцвечивающей смеси и работы с красителем прямого действия. Классический градиент с соединением цветов в холодной гамме и нанесение обесцвечивающей смеси на окрашенные волосы красителем прямого действия, чтобы сделать акценты. И получается на второй модели, на марке, мы уже сделали историю с окрашиванием в темный цвет, чтобы расставить акценты уже черные. Если вы вдруг хотите обучаться, хотите делать яркие окрашивания, то без проблем можете ко мне обратиться. Есть вариант обучения очного формата в индивидуальном, как сейчас вы видите в видео. Либо есть вариант посмотреть мои онлайн-уроки. Это закрытый телеграм-канал, где я каждую неделю выкладываю новые уроки. Ссылку на закрытый телеграм-канал оставляю в описании к этому видео. Если вы хотите приехать на практику, то я настоятельно рекомендую сначала изучить онлайн-уроки, а потом уже приезжать на практику, потому что без знаний теории и демонстрации, которые я подробно показываю в своих обучающих видео-уроках, вам будет очень сложно начать работать. Значит, смотри, я сейчас пошуршу микрофон, чтобы все сказали мне, что я не умею микрофоном пользоваться. Это действительно так. Значит, Вика приехала из Магадана. Я из Магадана, я сама из Магадана, из Магадана, кошмар. Просто земляки, простите меня, пожалуйста, за мою безграмотность. Значит, задача была отработать на коротких волосах все, что нужно. Рисуночные, градиентики. Все отработали. Гештальт закрыт. Наконец-то. Спустя полтора года. Магадан, если вы живете там, есть прекрасный мастер, который ищет себе постоянного человека на эксперименты с короткими стрижками. Это можно назвать стрижкой? Ну да. Пусть будет стрижкой. Потому что если вы вдруг живете в Магадане и мечтаете о каком-то градиенте, рисунке, еще что-нибудь, пожалуйста, обратитесь к человеку за тем, чтобы делать каждые полтора-два месяца что-то новое. Потому что эти окрашивания, они подразумевают как раз собой то, что вы сделали это окрашивание, что-то нарисовали, волосы отросли, вы все весь этот рисунок набрили и сделали что-то новое. И вот в Питере в этом плане найти людей несложно. Вообще в целом, так как здесь город-миллионник, несложно. И в принципе в маленьких городах тоже несложно, но не каждый просто в курсе, что есть мастера. И вот теперь вы узнаете. Я как-то, блядь, за боже, блядь, на плите. Что было тебе самым полезным сегодня? Градиент на коротких волосах, как его растянуть правильно, чтобы не было пятен, полос и прочего. Я правильно понимаю, что ты сегодня первый раз сбрила волосы? Да. Это было классно. Мне понравилось, очень приятное ощущение. Да, но ты смело так двигалась, видишь, как хорошо. Что и на первом человеке ты порепетировала, а на марке ты уже такая, да, я уже все знаю, как здесь поделать. Ну, поздравляю тебя с этим опытом. Ты молодец, ты отлично справилась. Я желаю тебе найти людей на отработку, и чтобы было побольше тех, кто хочет что-нибудь яркое. Из чего я приеду? Она приезжает на второй раз ко мне на обучение, что мне приятно. Но хочется, чтобы ты все-таки в своих краях тоже кого-то нашла. Так что, все, завершаем этот видос. Всем пока. До свидания.